Субтитры делал DimaTorzok Последние 2-3 игры Уже гораздо лучше Потому что я пропустил Порядка 3 недель И немножко тяжело было вернуться Первые 10 дней Достаточно тяжело Практически месяц прошел Выброшенный А сейчас уже гораздо лучше Чувствую все лучше и лучше С каждой игрой, с каждым днем Но к сожалению осталось не так много времени До конца сезона Как обстановка в такой ситуации Когда команда уже не вышла в плей-офф И уже вроде как понятно Бороться не за что Но остается еще большое количество матчей Над чем работаете Какие цели ставите Не надо забывать Что у нас достаточно молодая команда С начала сезона образовался И очень интересный состав И конечно же очень много Объективных причин Которые не позволили нам выступать Потому что мы за весь сезон Ни одной игры не сыграли в полном составе Но в связи с тем Что команда все-таки молодая У нас есть над чем работать И есть над какими-то ситуациями Которые можно прогрессировать Поэтому никто не опускает руки Все борются до конца Ну что делать Так действительно Сезон не очень удачный для нас получился Но на этом уже не заканчивается Поэтому будем работать И будем стараться там Закончить сезон на хорошей ноте Чтобы хотя бы Как-то наиграть действительно Какие-то взаимодействия Какие-то связки Между игроками Потому что Достаточно у многих Контракты Не на единственный сезон А и на будущее Поэтому Строим значит на будущую команду Слухи какие ходят Слышал, что Дэвид Стерн Недоволен очень стадионом В Миннесоте Вообще этой командой То новую арену То команда переезжает Бывает такое У вас в связи с этим И неудачный еще такой сезон Немножко сложился С этим В связи никаких Слухов не ходит О том, что команда будет Сильная Я честно говоря Я не верю В прессе В этом плане Потому что Слухов ходят в миллионы И тут даже Намедни какие-то слухи Типа Я читаю в газете В российской Что Брэндон Рой Возвращается на площадку Я прихожу Брэндон Говорит Ты что играешь? Он говорит Ну вроде нет А в России написали Что да Которая проходит Иногда в России Она Абсолютно не соответствует Действительности И так же Как вы меня сейчас спрашиваете Для меня Абсолютно новость какая-то Такие-такие новости Может быть кто-то Недоволен Может кто-то Давал какое-то интервью Но В Миннесоте Нет никакого Посыла И нет никакого Слуха Такого Что сейчас Команда будет продана Или команда будет переезжать Для меня Это достаточно Такая новость Как Алексей Швет Скажи нам пожалуйста Алексей Швет Нормально Работает У него был Не очень удачный период Последний месяц Наверное Потому что Как-то немножко Подустал Я думаю что это Физически Наверное Складывается Потому что Он уже сыграл Порядка 60 игр Как за весь Прошлый сезон И конечно Усталость накопилась Я представляю Просто и физически И морально Насколько это тяжело Потому что Я проходил это Сам В свои Начальные годы И действительно Начинаешь На таком На кураже На задоре И думаешь Что сейчас Сила-то все равно Не бесконечная И тем более Что ты еще не привык К такому И конечно же Он подсел Немножко в концовке Но Сейчас осталось В принципе 9 игр И то что я С Лехой Постоянно разговариваю Я говорю Леха Сжать зубы И Сколько тебе дали Дали 10 минут Работать 10 минут То что все-таки Такие сезоны Даже неудачные Они все равно Мне кажется Учат Игрока И Леха Особенно молодого Игрока Быть профессионалом Все-таки Это твоя работа Которую Работу Нужно выполнять Все-таки На 100% И мне кажется Что это хороший Для него опыт То что Все-таки Да вроде бы С одной стороны Не за что бороться Но с другой стороны Есть за что бороться Есть фанаты Болельщики Которые приходят На игры Есть твое собственное Я Которое Наверное Не позволяет Тебе проигрывать А все-таки Когда ты выходишь На площадку Все равно Пытаешься Победить И Чем больше Ты привыкаешь К такому уровню Что Не важно С кем ты играешь Не важно В какой ситуации Ты находишься Нужно там Выкладываться На 100% Мне кажется Это закаляет И тебе помогает Просто в дальнейшем Вы за последний период Обыграли достаточно Серьезные команды Там Над Клахомой Была победа Над Бостоном Победа Вот И Со статусом Аутсайдера Против команд Которые Там Борются еще За какие-то места В распределении Сетки плей-офф Это вообще Удивляет Вот например Болельщиков Ваших Это Это не удивляет Никого Если посмотришь Начало сезона Мы играли достаточно успешно Пока у нас не началась Череда травм Сейчас все-таки Вернулись ребята Которые были травмированы У нас Все-таки Последние игры Наш состав Немножко устоялся Да То есть Нет такого Что кто-то Один вылетел Другой пришел Опять один вылетел Да То есть Не меняется Пятерка Не меняется Там основные Там 8-9 человек И Это Очень большой плюс Да Потому что Все-таки Игроки Приспосабливаются Играть друг к другу То есть Пятерка Одна если играет Она может Неудачно Неудачно И потом Начинает играть Лучше и лучше Вот И мне кажется Что это все-таки Один из залогов Таких Что у нас Стабильность Наступила Такая небольшая Стабильность И больше Да Наверное Стабильность Правильная Потому что Вся команда Начинает играть В одном ключе И Не Потому что Если кто-то Получает травму Он уходит Занимает Другой игрок Неважно Хороший он или плохой Все равно Пятерка Начинает действовать Другому Вот И здесь Мне кажется Что все-таки Это зависит Больше от Такой стабильности Игроков И стабильности Состава Который Находится На площадке Слушай У меня Самая наболевшая Там весна У вас Началась Вот Вчера Вчера Другой Я увидел Реально Что-то Пробирается Из-под снега Зеленая Ты Строишь Уже планы На Полсезон У меня готов Планы Мои Расскажи Если не секрет Зачем вам нужны Мои планы В Москву Соберешься Мы тебя увидим Здесь В Москву Один из вариантов У меня есть Два варианта Развития событий В одном Я попадаю В Москву Во втором Я пока не попадаю В Москву В ближайшее время Тут холодно И снег От вас Зависит Тоже Если ЦСКА попадает В Лондон Я бы очень хотел Поехать в Лондон И поплывать На финале Четырех Конечно попадают Поэтому Все планирую От вас Спасибо Андрей Будем на связи Спасибо тебе Большое Удачи И в оставшихся Девяти матчах Давай без травм Чтобы выиграли Их все Спасибо большое Передавай Всем привет Ребята Счастливого